Мой муж Сачков Алексей Андреевич закончил медицинский колледж с красным дипломом. При трудоустройстве на работу в госпиталь Бурденко его отправили в военкомат, расположенный на Варшавском шоссе. В военкомате предложили подписать добровольный контракт работать 6 месяцев медицинским работникам в военном госпитале, расположенном на территории Воронежской области или Краснодарского края. Посоветовавшись дома, мы вместе решили, что мой муж будет работать в Воронежской области. 8 сентября 1922 года мой муж убыл на сбор для дальнейшей переправки в Воронежскую область. 24 сентября мой муж Алексей позвонил мне и сказал, что сейчас их сажают в поезд, они едут в Ростовскую область забирать раненых и будут возвращены в Воронежскую область для дальнейшего прохождения службы в военном госпитале. С 24 числа мой муж не выходил на связь. В первых числах октября я начала разыскивать своего мужа, в связи с чем обратилась на горячую линию Министерства обороны, где взяли мои контакты и обещали помочь. Через три часа мне позвонили и сказали, что мой муж находится на территории Украины, что он распределен в танковые войска, что связи с частью нет. У нас с мужем доверительные отношения, мы вместе живем уже 15 лет. У нас пятеро малолетних детей в возрасте 10 лет, 8 лет, 7 лет, 6 лет и 10 месяцев. Моему мужу 45 лет. Он готов был работать только медицинским работником и осуществлять медицинскую помощь в госпитале. У моего мужа очень много хронических заболеваний, которые я могу подтвердить документально. Как он мог оказаться на территории Украины, практически на передовой, в танковых войсках, я вообще не могу представить. Я обращалась в Министерство обороны, обращалась в военную прокуратуру. Но, к сожалению, куда бы я ни обращалась, меня даже не хотят слушать. На горячей линии в Министерстве обороны мне сказали, что ничем помочь не могут вообще. В такой ситуации, если честно сказать, я даже не могу представить полный абсурд сложившейся ситуации.